Всё же оказалось, что Танос был прав, когда говорил, что на этот раз Локи не воскреснет. И всё же это не говорит о том, что с ним покончено, ведь во вселенной есть и Боги, и Камни Бесконечности. В Финале Локи провернул такой трюк, который потенциально может обернуться последствиями. Осторожно, спойлеры. Вкратце напомним – когда Мстители вернулись во времени за Камнями Бесконечности, одна команда отправилась в Башню Старка сразу после того, как оригинальная команда захватила Локи. Частично из-за вмешательства Мстителей из будущего в руки пленённому Локи попадает Тессеракт, и Бог лжи и коварства исчезает в синей вспышке. Очевидный вопрос – куда он ушёл? Самая непосредственная проблема заключается в том, что он таким образом мог создать альтернативную временную ветку, отдельную от основной хронологии киновселенной. Конечно, Капитан Америка возвращает все Камни в их временные периоды и возвращает хронологию в нормальное состояние, предотвращая создание лишних веток реальности, но в 2012 году Тессеракт у Локи. Если Локи действительно создаёт альтернативную временную ветку, то это открывает невероятное количество возможностей. Освободив себя от Мстителей и с Камнем пространства на руках, Локи может пойти куда угодно. Он может принести Тессеракт своему благодетелю Таносу. Агент Безумного Титана Другой ясно даёт понять, чем рискует Локи. Если он подведёт Таноса, последствия будут не из приятных. – У нас нет района, ни баронного муна, ни крючки, где он не может найти тебя! Когда силы Читаури, которые Танос поручил, Локи были уничтожены, бог лжи и коварства может расценить возвращение Тессеракта на Титан единственным способом на спасение жизни. Однако Танос, вероятно, будет не первым кандидатом в списке Локи. Потеря армии Читаури не гарантирует смертный приговор для Локи. Но есть ещё кое-что, о чём мы узнали после Мстителей. Танос дал Локи Камень Бесконечности в Скипетре, чтобы тот заполучил другой Камень Бесконечности. Он доверил ему Камень Разума, и в Финале Локи оставляет его позади во время побега. Вряд ли Таносу понравится, что он получает один Камень ценой потери другого. Локи далеко не глупый персонаж, так что он не побежит к Таносу. Он бы ему шею сломал на 6 лет раньше. Какая бы сделка ни была заключена между Таносом и Локи, этого зрителям не показывают. Мы не знаем, насколько много Локи знал о Таносе, о его планах и о других его союзниках, и когда Тор противостоит Локи в Мстителях, Тор говорит своему брату, что знает всё о Тессеракте. – Я видел миры, которые ты никогда не знал о Тессеракте. – Я поверил, сын Один, в моем исходе. Я видел настоящий мощь Тессеракте. Если мы предположим, что к 2012 году Танос и Ронан-обвинитель уже являются союзниками, и что Локи знает об их альянсе, Ронан может стать первым кандидатом Локи. Ронан пока ещё не в состоянии бросить вызов Таносу, и это потому, что он не знает истинную цель Таноса. Когда Танос поручает Ронану захватить Сферу, тот не знает, что в ней находится Камень Силы. Если Локи знает о манипуляциях Таноса больше, чем Ронан, то у него есть, что предложить полководцу Кри и потенциальному союзнику, чтобы защититься от гнева Таноса. В ставшей уже классической сцене Мстителей, когда впервые показывают Таноса, другой предупреждает Безумного Титана о любых дальнейших действиях на Земле. Он говорит своему хозяину, что бросать вызов Земле – значит добиться смерти. Если Локи догадывается об этих опасениях со стороны подчиненных Таноса, то он может решить, что лучше всего спрятаться именно на Земле. Пока он не попадает на радары Мстителей, он может оставаться на Земле сколько захочет, а его собственные враги-супергерои выступят в этом случае в качестве защиты против Таноса. Или в качестве альтернативы он может остаться на Земле с намерением вернуть свой скипетр и вернуть его Таносу. Локи наверняка знает, что если он вернется к Таносу без обоих Камней бесконечности, ему будет ещё хуже, чем после Халка. В 2012 году наибольшей слабостью Локи было его стремление отомстить. С Камнем бесконечности на руках и знанием секретных путей Асгарда после финала Локи может вернуться домой и потребовать трон, который он считает своим по праву. В оригинальной хронологии ему не нужно беспокоиться о Таносе. То, что Локи не смог покорить Землю, привело его в темницу Асгарда. Он сбегает в Торе 2 Царство Тьмы, инсценирует свою смерть и маскируется под Одина. Маскировка даже позволяет ему править Асгардом, но есть и дополнительный бонус – это скрывает его от Таноса. Что может быть проще, чем завоевать мир, которым правит твоя приемная семья? Правильно завоевать мир, которым вообще никто не правит. После Тора 2011 года мы мало что слышали про Йотумхейм, Землю Ледяных Великанов. Тор и Малекит ненадолго посетили его во время битвы в Торе 2 Царство Тьмы в 2013 году, но невозможно понять какая там политическая ситуация. Мы знаем, что после первоначального предложения помочь убить Одина, Локи предает и убивает своего биологического отца, а затем пытается использовать биврёст для уничтожения мира Ледяных Великанов. – Это было просто весело. Поэтому, когда Локи сбегает от Мстителей в Финале и ищет место, где можно было бы отсидеться, Йотумхейм без правителя является идеальным выбором, и он может даже сесть на трон. Он – биологический сын их погибшего короля, и у него есть Камень Бесконечности, что придает дополнительного веса его требованиям. Не говоря уже о том, что он обладает глубокими познаниями об Асгарде и о его наиболее влиятельных лидерах, так что он сможет удовлетворить любого ледяного великана, жаждущего снова начать войну с Одином. Сцена после титров Тора 2 Царство Тьмы показывает, что Сив и Вольштаг отправляются на забвение, чтобы доставить эфир коллекционеру. Это одно из самых странных решений в хронологии киновселенной. – Тессаракт уже на Асгарде. Пока ещё не показывали связь Локи с коллекционером, но в этой сцене великого смысла нет. Локи, замаскированный под Одина, отсылает эфир на забвение, а жаждущий власти Локи вряд ли отдал бы Камень Бесконечности кому-то ещё. Если только за всем этим не стоит какой-то план. Связь между коллекционером и Локи могла бы также объяснить дружбу Градмастера и Локи в Торе Рагнарёк, поскольку Градмастер и коллекционер – братья. Если эта связь между коллекционером и Локи подтвердится и перестанет быть просто теорией, именно на забвение может отправиться Локи после Финала. Хотя, само собой, это один из наименее вероятных вариантов. Есть одна деталь, про которую довольно просто забыть. Ещё до того, как Танос собрал все шесть Камней в Войне Бесконечности, Локи пересекался с большим количеством Камней Бесконечности, чем все остальные персонажи киновселенной. В Мстителях он обладает сразу Камнем Разума и Тессерактом, а приняв образ Ордена в конце Тора 2 Царства Тьмы, он получил доступ к Камню Реальности, пока не отправил его на забвение, а также в любой момент мог использовать Камень Пространства. Локи знает о Камнях Бесконечности, и немало. Мы не знаем, что ему о них рассказал Танос, но у бога лжи и коварства есть много способов получения информации. Вооруженный Камнем Бесконечности, способным доставить его куда угодно, Локи может решить сам собрать все Камни Бесконечности. Мало того, что это удовлетворит его стремление к власти, это ещё и даст ему достаточно мощи, чтобы уничтожить Таноса, если тот решит отомстить потерпевшему поражение Приспешнику. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Мстителей Финал, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!